Всем привет! Любите ли вы мрачные концовки, пропитанные отчаянием и безумием, которые не дают никакой надежды на хэппи-энд, но в то же время несут в себе куда больший смысл, чем банальный конец, где добро побеждает зло. Если да, то вам точно понравится это видео, обязательно досмотри до конца, чтобы ничего не пропустить. А мы начинаем. Все мы помним трагичный финал этого фильма. Железный человек. А что если в момент соприкосновения Танос бы просто разорвал Железного Человека? Он вновь щелкает и на этот раз уничтожает не просто половину вселенной, но и всех героев Земли, которые осмелились бросить ему вызов, чтобы в будущем они вновь не сделали этого. После чего просто победоносно уходит в закат. Но что теперь будет с Землей? Да, она конечно спасена от перенаселения, но и героев больше нет, чтобы защитить ее в будущем. На планете начнется эпоха злодеев. Каждый из них постарается забрать то, что не мог раньше. Со временем каждый будет обладать какой-то территорией и править ей, защищать свои земли и пытаться захватить другие по возможности. Ничего не напоминает? Да, возможно Танос создал бы наш с вами мир. Мир без супергероев. Мир, который не строится на противостоянии добра и зла. И мир, где эти понятия едины. Да, возможно какой-либо псих захотел бы запустить ракеты и начать апокалипсис. Впрочем, это уже совсем другая история. Давайте представим, что после смерти Муфасы Тимон и Пумба не встретили символ в пустыне. Ему пришлось выживать всеми доступными методами. Начиная от поедания трупов, заганчивая убийством и поеданием других зверей, как и подобает льву. Ему пришлось расти в одиночку. Как думаете, можно ли вырасти добрым и позитивным, живя в отшельничестве, питаясь чем попало и думая лишь о месте? Чем-то характер напоминает его противника Шрама. Со временем Симба вырос и его злоба достигла предела. Он собрал армию из тех, кого тоже не устраивает правление Шрама и развязал войну. В итоге, во время битвы со Шрамом, он бы его жестоко растерзал. И так как он вырос в пустыне, то, скорее всего, и съел бы его после боя. Да, он бы занял престол, но был бы достойным правителем. Скорее всего, из-за пережитого раня он стал бы тираном, намного жестче Шрама. Все звери бы содрогались перед ним. Сам же Симба не стеснялся бы поедать тех, кто не согласен с его режимом. Он больше не смог доверять никому. И поэтому бы не женился, и тем более не завел детей. По итогу, когда Лев постарел, более молодые сверли бы его без каких-либо сожалений. Как вам такие сюжеты известных историй? Может у вас более интересные версии? Пишите их в комментариях. А также, пишите сюжеты, каких фильмов и мультфильмов хотите увидеть далее. Подписывайтесь и ставьте лайки. Чем выше актив, тем быстрее выйдет новый ролик. Всем пока.